На Шамаре даже в будний день не протолкнуться. Владивостокцы ринулись на любимое место летнего отдыха. Июнь и начало июля выдались в этом году не только дождливыми, но и холодными. Так что теперь, когда установилась настоящая летняя погода, в любой солнечный день в сторону Лазурной бухты пробка из машин. Лето ждали, это очень долго. Я даже думаю, уже начали зимние вещи доставать потихонечку. Ну и здесь случилось чудо чудесное. Выглянуло солнце, значит, светит неделю. Все очень рады, очень довольны. Люди, видите, купаются, улыбаются. Классно. У нас уже и купальный сезон, и ночевательный. Мы уже и палатки освоили, и базу. То есть мы всегда здесь. Мусор здесь убирают несколько раз в день. Пляж выглядит опрятно. Его готовили к купальному сезону еще с весны. Просеивали песок, убирали крупные камни. Как и в прошлые годы, здесь выполняют все требования МЧС по безопасности отдыхающих. Водолазы проверили дно, на береговой линии дежурят спасатели. Все, что необходимо для того, чтобы для спасательного поста тоже имеется. Кроме этого, у нас есть, значит, медицинский работник. Это же городок Жемчужный, да, и здесь есть у нас медицинский пункт. И если что-то происходит, то с чемоданом, скажем, медицинский работник здесь. Из-за наплыва отдыхающих у Шамуры сложно припарковаться. Свои машины многие бросают у дороги за несколько сот метров от пляжа. Платная парковка стоит 200 рублей. Но и там не всегда есть места. Стоимость домиков сейчас от 3000 рублей за ночь. Есть раздевалки, туалеты, детские аттракционы, все, что нужно. Но есть один большой минус. Роспотребнадзор в этом году запретил здесь купаться. В Бухте-Лазурное в городе Владивостоке зафиксировано несоответствие качества воды по микробиологическим показателям. Вследствие чего у отдыхающих возможно возникновение инфекционных заболеваний кишечника. Кроме того, в 2017 году в период максимальной нагрузки на акватории установлены несоответствия по вирусологическим показателям. Запрет большинству отдыхающих не смущает. Шамура притягивает людей своей благоустроенностью и близостью к Владивостоку. Арендаторы пляжей уверяют, что исследования качества воды не точны. Администрация Владивостока сейчас готовит обращение в Роспотребнадзор с просьбой проверить Шамуру еще раз. В настоящее время в связи с тем, что это общественный бизнес большой имеет, мы готовим сегодняшним числом письмо туда и просим провести дополнительное исследование с привлечением общественности, средств массовой информации, для того, чтобы это не вызывало никаких вопросов, недоверия. По итогам отбора проб качества воды купаться можно только на двух городских пляжах на Санаторной и в бухте Аякс на Русском острове. Отдых без купания разрешили на станции Чайка, мысе Токаревского, мысе Кунгасном, в бухтах Лазурный и Улисс, а также на пляже Солнечный на садгороде. Пляжи, где разрешили купаться, прошли строгую проверку межведомственной комиссии. Отдыхать на них и безопасно, и комфортно. Парк культуры и отдыха имени Лазона Санаторной купальному сезону отремонтировали, территорию каждый день убирают. Вход в парк стоит 40 рублей. Тут есть туалеты и душевые кабинки, шезлонги и волейбольная площадка. Пляж Бухта Аякс на Русском тоже ухоженный. Вход на него свободный, на территории есть детские площадки и беседки. Правда, останавливаться здесь на несколько дней удовольствие не из дешевых. Снять домик на сутки стоит 6000 рублей. Отдыхается очень хорошо, чистый пляж. В общем, приехала сюда первый раз, очень довольна. Мне понравились ваши здесь оборудованные маленькие домики. Здесь можно переодеться, переодевалки. В общем-то, так уже больше похоже на цивилизацию, так чистенько. У нас есть спасательные вышки, работают спасатели. Ежедневно проводится уборка прибрежной зоны. Также водную часть чистили водолазы. То есть у нас совершенно безопасно и как для детей, так и для взрослых. Из мест, где купание запрещено, но отдых на берегу признали комфортным и безопасным. Самая популярная – пляж неподалеку от Токаревского маяка. К услугам отдыхающих здесь есть простенькие беседки и столы. На маяке можно отдохнуть и в более комфортных условиях. Вход в зону с шезлонгами стоит 300 рублей. А если заплатить 500, то можно войти на территорию с бассейном и зонтиками от солнца. Межведомственная комиссия побывала далеко не на всех популярных пляжах Владивостокского городского округа. На острове Русский, например, большинство земель принадлежит Министерство обороны. Их проверять не имеют права. Безопасность, комфорт и чистоту там никто не гарантирует. Будьте добры, отдыхайте там, где мы все-таки приняли. И вдруг с вами что-то случится, неважно, либо вы на песке порезались, либо вы там в море, либо вам что-то оказать, но вы должны быть уверены, что эта пляжная сона обеспечена со стороны безопасности. Многие из пляжей, не вошедших в список проверки, не самые опрятные. Хозяева земли их не убирают, не соблюдают чистоту и многие отдыхающие. Изменить положение дел помогают добровольцы. Например, береговую полосу в районе сад города очистили от мусора около 40 волонтеров. Мы думаем, многие последуют этому примеру или хотя бы перестанут мусорить в общественных местах, либо в каких-то других. Будут уважать свою культуру, будут уважать окружающих. На диких пляжах отдыхающие сталкиваются не только с горами мусора, но и с незаконными поборами. Этим летом на Русском острове вновь обнаружили арендаторов, которые не хотят убирать и облагораживать свою территорию, но деньги за въезд на пляж требуют. Если в данной сфере гражданам осуществляется незаконная предпринимательская деятельность по взыманию платы сотрудниками полиции, данные граждане привлекаются по статье 14.1.6.1. Незаконная предпринимательская деятельность. Состав данной статьи рассматривается мировыми судьями. Полицейские надеются, что искать нерадивых арендаторов им помогут отдыхающие. Сообщить о незаконных поборах на пляжах можно позвонить на горячую линию УМВД по Приморскому краю или обратиться в дежурную часть любого районного отдела полиции. По каждому сообщению полицейские проведут проверку.